Уроженец деревни Орловка Щелковского района Сергей Тюрин ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны. Красноармеец участвовал в Ленинградской стратегической оборонительной операции. Вместе с товарищем 25 сентября 1941-го они вступили в бой с фашистскими захватчиками в деревне Красота Демянского района Новгородской области. Силы противника превосходили. Вдвоем красноармейцы мужественно и самоотверженно сражались с 30 немцами. Оба солдата погибли. Сергей Тюрин долгие годы считался пропавшим без вести. В 60-х годах прошлого века стало известно месторасположение могилы солдата. Поисковики новгородские, то есть наши товарищи из Новгорода, из Демянска, подняли могилу, которая стояла на берегу Селигера, была в полузаброшенном состоянии. За ней ухаживали от случая к случаю жители деревни Красота. Возможность перезахоронить бойца с почестями на родной Щелковской земле вместе с его боевым товарищем и земляком, уроженцем Московской области, имя которого, к сожалению, неизвестно, появилась спустя 79 лет благодаря неравнодушию главы городского округа Щелкова, депутатов, проекту «Единой России. Историческая память». Церемония состоялась на Гребенском кладбище. Я благодарю всех, кто принимал участие в том, чтобы это событие состоялось. Большой труд для этого сделан войсковыми отрядами и в Новгороде, и нашими. Большая благодарность. И активность исторического партийного проекта, историческая память наших единороссов, которые это организовывали здесь. На церемонии перезахоронения присутствовали и родственники Сергея Тюрина. Очень трогательный сегодня момент. Наворачиваются слезы на глаза. Хочется поблагодарить всех тех, кто организовал это торжественное мероприятие, кто помог перевести останки нашего родственника Тюрина Сергея Дмитриевича на его родную землю в Щелковский район, где мы можем уже навещать его и со своими детьми, и внуками. Ленинградская стратегическая оборонительная операция продолжалась с 10 июля по 30 сентября 1941 года. Среднесуточные потери составляли свыше 4000 человек, а общие свыше 300 тысяч. Они не вернулись с поля боя. Имена многих солдат, павших на фронтах ужасной войны, неизвестны до сих пор, как и имя товарища Сергея Тюрина. Останки красноармейцев придали земле с воинскими почестями. Второго бойца, красноармейца, медальон был разбит, и только было известно, что он тоже с Московской области, земляк. То, что они были из одной воинской части, из одного соединения, это несомненно. Поэтому эта работа там продолжается в Демянском районе, и я надеюсь, все-таки мы эту истину сможем установить. Если выстроить в колонну по два всех военнослужащих, которые полегли на фронтах Великой Отечественной войны, то от Москвы до Владивостока протянется эта колонна. Это можно себе представить, какое колоссальное количество людей, какой ущерб наша страна понесла. С момента окончания последнего боя страшной войны минуло 75 лет, но память о тех событиях жива, и хранить ее долг каждого. Анна Балиет, Валерий Жиглещ, Олковское телевидение.